хорошо постепенно начинаем добавлять наше дыхание у джа и глубокий ровный вдох через нос глубокий ровный долги выдох через рот шипящий и как будто через промежность выдыхаем вдох выдох а Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Обратите внимание на мышцы лица, они расслаблены. Еще несколько раз. И завершающий раз. Несколько спокойных ровных вдохов, ровных выдохов носом. Открываем глазки. Почему мы делаем такое особенное дыхание у джаи во время беременности? Потому что, во-первых, как и в классическом дыхании у джаи, поджатая голосовая щель, вот этот шипящий звук, он нам обеспечивает намного более продолжительный выдох, чем мы могли бы сделать в классическом варианте, выдохнув. То есть это способствует умению, выработке умения растягивать дыхание. Долгий выдох, он особенно важен, потому что именно в этот момент происходит активация парасимпатической нервной системы, которая отвечает у нас за успокоение, умиротворение. Происходит такое успокоение, в голове все раскладывается по полочкам. И, кроме того, во время беременности это особенно важно, потому что нам важно тренировать долгий глубокий выдох, который задействует глубокие мышцы живота. Глубокие мышцы живота – это как раз те мышцы, которые у нас должны быть достаточно сильными к родам, и которые будут помогать малышу рождаться, будут его выталкивать, помогать ему двигаться по родовым путям. Почему мы в этом варианте делаем выдох через открытый рот? Да, и рот, в принципе, открываем достаточно широко, потому что у нас мышцы челюсти, губы очень связаны с мышцами тазового дна и промежности. И вы можете, наверное, заметить, если вы будете делать этот качественный выдох, раскрывать губы пошире, у вас будет уходить напряжение с низа живота и с промежности. То есть мы вот как раз представляем, что у нас вот этот выдох идет плавно-плавно вниз по позвоночнику и выходит через промежность. Это очень важно, потому как женщины в современном мире живут в такой ситуации стресса немножко, и первое напряжение от этого стресса на себя берут как раз репродуктивные органы. Матка, ну и вообще вот органы, которые расположены в этой области. Почему, да, так получается? Потому что мышцы, которые там находятся, они очень сильно на это реагируют. То есть они сразу в такую боевую готовность, вроде как стресс, некогда рожать детей, становиться мамами, да, у нас другие задачи. Очень часто, например, наблюдалось это в сильных стрессовых ситуациях, когда женщины вынуждены были выживать, например, во время войны. Очень часто наблюдалось, что у женщин даже пропадали менструации. То есть вот на самом деле очень сильно реагируют это на эти органы, эти мышцы на состояние стресса. И так как реагируют мышцы, соответственно, они сжимают и те органы, да, которые к ним крепятся. Поэтому вот важно вот эту вещь делать, если вы чувствуете, очень хорошо помогает это при тонусе матки, особенно на первых месяцах беременности, в первом триместре. Если вы вдруг что-то поделали, да, какую-то работу по дому, или была интенсивная ходьба у вас, вы быстро шли, и вы чувствуете, что у вас там напряжение, можно сесть и продышать. В принципе, это можно делать везде, ну, желательно в более-менее чистом месте, да, чтобы был чистый воздух. Ну, вот где-нибудь на улице присесть, на лавочку или в парке, дома, да, также присесть. И постараться продышать в течение хотя бы там 3-5 минут. Это будет очень позитивно. Субтитры подогнал «Симон»